Всем привет! Фикус, который я показывала в предыдущем видеоролике о циолите, уже подрос и превратился в симпатичные деревцы. А я все также продолжаю выращивать комнатные растения в циолите и сажаю растения в циолит. В последнее время циолит стал очень популярным и востребованным и активно применяется для комнатных растений. И не зря, потому что циолит – это природный минерал и он содержит в себе магний и натрий. Кальций и калий. Магний очень важен для образования хлорофилла и фотосинтеза растений. Кальций необходим для роста и развития растений. Калий усиливает защитные свойства растений и стимулирует рост и цветение. Натрий условно необходимый для растений микроэлемент, но он является ключевым компонентом клеточных структур растений. И все эти элементы есть в циолите. Польза циолита для растений очевидна, поэтому циолит можно смело применять для комнатных растений в качестве добавки в земляной грунт. Благодаря своим свойствам циолит улучшает доступность элементов питания в грунте. И сам является источником микроэлементов и к тому же накапливает в себе все внесенные элементы. И отдает их растению постепенно, по мере необходимости. Также циолит можно применять и в качестве дренажа, и как самостоятельный субстрат, который можно использовать неоднократно. Природный циолит – это минерал. Он не портится и не теряет свои свойства. При пересадке растений его можно применять повторно. Я люблю безземельные грунты и раньше активно использовала лечузу для выращивания своих растений. Это безземельный субстрат, в состав которого входят циолит и перлит, лава и удобрение пролонгированного действия. На данный момент я не использую лечузу. Нет необходимости платить за разрекламированную торговую марку. Предпочитаю выращивать растения в чистом циолите и ни с чем его не смешивать. Нравятся комплексные удобрения, которые можно добавлять в воду в нижнее кашпо. А необходимости использовать разрыхлители для почвы нет. Потому что циолит не слеживается и не комкуется и обладает отличной воздухопроницаемостью. Корешки растений всегда дышат. И несомненным преимуществом циолита есть то, что при выращивании растений в циолите можно забыть о существовании грибов, комариков и прочей живности в грунте. От паутинного клеща и щитовки циолит, конечно же, не защитит. Но от большинства вредителей комнатных растений, которые любят селиться в горшках и доставляют массу неудобств для нас и проблемы для растений он избавит. Абсолютно все мои растения растут в безземельном субстрате. Я использую природный циолит. Он может быть разного размера. Крупный циолит – это фракция 5-10 миллиметров. И средний циолит – это фракция 3-5 миллиметров. Фракцию меньше 5 миллиметров я никогда не использовала. Хотя такой циолит тоже есть в продаже. Очень хорошо в циолите наращивают свои корешки-черенки. Растения бодренькие и отлично развиваются. В этом несомненная польза циолита. Отлично видно, как развивается корневая система на примере нескольких растений. У филодендрона выросли хорошие корешки. Все листочки целые и здоровые. Посажен этот филодендрон в циолит средней фракции. Эти два черенка олеандры тоже растут в циолите на фитильном поливе. Корни в активном росте и внешний вид растений говорит сам за себя. Очень хорошо в циолите наращивают свои корешки хоя и другие комнатные растения. Очень понравилось выращивать в циолите дендробиумы. Растения хорошо развиваются и даже порадовали своим цветением. В этом безусловная польза циолита. В качестве эксперимента и вдохновившись успехом в циолит были посажены и фаленоксисы. Совершенно новые для меня растения. Убеждена, что в циолите можно выращивать все комнатные растения. Растениям от циолита только польза. И это касается не только черенков, но и взрослых растений. Важно соблюдать баланс между размерами растений и объемом контейнеров, в которые садим растения. И не забывать, что циолит хорошо удерживает влагу. Он обладает способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности. Применение циолита для растений не только популярно, но и вполне оправдано. Всем пока и до новых встреч! И пусть растения вас только радуют! Субтитры создавал DimaTorzok